Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о жизни и творчестве известного английского писателя Артура Конан Дойла. Артур Конан Дойл – знаменитый британский писатель, автор исторических романов, врач по образованию и первой профессии. Прослаивался на весь мир рассказами о сыщике Шерлоке Холмсе, возведен в рыцарское звание за услуги, оказанные Короне в течение Англо-Бургской войны. Ярый поклонник спиритизма, автор более семи десятков книг. Создатель классических персонажей, таких как гениального сыщика Шерлока Холмса, экстентричного профессора Челленджера, бравого офицера Жерара и благородного рыцаря Сэра Найджела. Полное имя писателя – сэр Артур Игнешиус Конан Дойл. Он родился в Эдинбурге 22 мая 1859 года. Отца Артура звали Чарльз Дойл. Он был художником. Семья Артура была очень уважаемой и глубоко католической. 31 июня 1855 года он признался любви Мэри Джозефины Элизабет Фоули и позвал ее замуж. На тот момент девушке было всего 17 лет. Она имела хорошее образование. Она родила Чарльзу семерых детей. Всем привела любовь к чтению. Она пробудила интерес к героическому эпосу, бесстрашным рыцарям, историю о которых так любила она рассказывать им вместо сказок на ночь. Семья жила бедно. На прислугу денег не было. Поэтому все заботы по дому лежали на плечах матери. Впоследствии уже известный писатель скажет, что настоящую страсть к литературе и склонность к созданию своих произведений он почерпнул именно от матери. Артура отдали на обучение в начальную школу Гудера. В 9-летнем возрасте мальчика отправили в закрытый колледж Стонихерст, обучение в котором оплатили его именитые родственники. Артуру школа не понравилась. Больше всего он раздражался религиозными предрассудками и классовым неравенством. Не мог смириться с физическими наказаниями. Преподаватель с ремнем в руках не способствовал творческому развитию личности. Мальчик абсолютно не дружил с математикой. Открывенно тосковал во время решения сложных примеров или работы с разными формулами. За это его постоянно били сокурсники, братья Мориарти. Отдушину Конан Дойл нашел в занятиях спортом. Игра в крикет отвлекла его от доски, навеянные точными науками. Артур писал матери очень часто и подробно рассказывал обо всем, что случалось с ним в школе. В то же время он открыл себе дар рассказчика. Выдумывал разные приключенческие истории, которые рассказывал своим сверстникам. Он получал от них в благодарности в виде решения задач по алгебре и геометрии. Когда пришло время выбирать свой жизненный путь, Артур остановился на медицине. Он стал студентом Эдинбургского университета. Будучи студентом третьекурсником, Дойл попробовал свои силы на литературном поприще. С февраля по сентябрь 1880 года Дойл в качестве корабельного врача 7 месяцев провел в арктических водах на борту китобойного судна «Хоуп», получив за работу в общей сложности 50 фунтов. «Я взошел на борт этого корабля большим неукрюжим юношей, а сошел по трапу с сильным и взрослым мужчиной», — писал он позже в своей автобиографии. Впечатления от арктического путешествия легли в основу рассказа. «Капитан. Полярные звезды». Два года спустя он проделал аналогичный вояж к западному побережью Африки на борту парохода «Маюмба». Артуру очень нравились морские пейзажи. Он пытался постичь тайну морских глубин. Участвовал в охоте на тюлени. Диплом бакалавра Дойлу вручили в 1881 году, и он сразу начал заниматься медицинской практикой. Должно было пройти долгих 10 лет, прежде чем писатель разберется в себе, оставит свой кабинет и полностью переключится на литературную деятельность. В 1884 году писатель начинает сочинять свой роман «Торговый дом Геллстон». А в марте 1886 года Артур начинает писать этюд в «Багровых тонах» и завершает работу всего за месяц. С этого произведения начинается славная история Шерлока Холмса, известного лондонского сыщика, принесшего автору невероятную популярность. Первый раз писатель женился в 1885 году на Луизе Хокинс. В этом браке родилось двое детей – Мэри и Кингсли. В 1906 году супруга Артура умерла от туберкулеза. В 1902 году писатель удостоился рыцарского титула и стал именоваться «Сэром». Одни источники утверждают, что таким образом были отмечены его заслуги во время Англо-Бурской войны, другие утверждают, что он получил титул за выдающиеся литературные достижения. Спустя год в его личной жизни появилась другая женщина – Джин Лекки, с которой он был знаком с 1897 года. Вторая жена родила известному писателю троих детей – Джин, Дениса и Адриана, ставшего впоследствии биографом своего отца. С появлением в его жизни Джин писатель начал увлекаться охотой и музыкой. Изменился даже литературный стиль Дойла. Его сюжеты утратили былую остроту, вместо нее приобрели чувственность и глубину. В 1912 году Конан Дойл опубликовал научно-фантастическую повесть «Затерянный мир», за которой последовал «Отравленный пояс» 1913 года. Артур Конан Дойл всегда считал себя реалистом, но тем не менее всерьез увлекался оккультной литературой, участвовал в спиристических сеансах, часто и сам их проводил. Литературный гений очень хотел услышать ответы на свои вопросы от духов, умерших людей. Интерес к спиритизму возник у Дойла после Первой мировой войны, которая унесла жизни его родного брата, сына от первого брака, племянников и двух кузенов. Писатель пропагандировал спиритизм до конца своих дней. Писатель ввел активный образ жизни до самой старости. Он активно работал, успевал путешествовать, объездил практически все континенты мира. Имя Артура Конан Дойла неразрывно связано с самым известным персонажем его произведений – Шерлоком Холмсом. Знаменитый цикл «Приключения Шерлока Холмса» начался повестью «Скандал в Богемии». Всего этот цикл состоит из 12 детективных историй о знаменитом Холмсе и его бессменном помощнике Ватсоне. В течение нескольких лет Дойл создавал рассказ за рассказом и в конце концов начал тяготиться собственным персонажем. Его попытка покончить с Холмсом в схватке с профессором Мариарти оказалась неудачной. Публика полюбила Шерлока Холмса, и ему пришлось ради публики его воскресить. А когда он принял решение побывать в Скандинавии, начались проблемы со здоровьем. Он почувствовал серьезное недомогание и всю весну пролежал в постели, находясь под постоянным присмотром семьи и близких людей. А после выздоровления писатель отправился в Лондон. Сердце писателя остановилось 7 июля 1930 года. Местом смерти сэра Артура Конан Дойла стал его собственный дом. Помимо Шерлока Холмса, Дойл написал великое множество исторических романов, повестей и рассказов, которые не получили широкого признания. Зато до сих пор популярны научно-фантастические произведения Конан Дойла, особенно повесть «Затерянный мир». Артур Конан Дойл прославил всю Англию. Он создал мир, которого никогда не было, но который все-таки существовал, существует и будет существовать. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok